Акция «Рука помощи» продолжается. Сотрудники нашей телекомпании привезли украинским школьникам канцелярские товары. Учебный год ребята начали в чужой стране и в чужой школе, практически без школьных принадлежностей. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Здравствуйте, вы прибыли в год? Здравствуйте. И далее еще канцелярские товары. Жительница Саратова Аня Янгельмалева. Очень приятно. В пакете с гуманитарной помощью все необходимое для школы. Тетради, карандаши, краски и альбомы для рисования. Сестры из Саратова принесли их в редакцию телеканала, узнав об акции «Рука помощи». А представители СМИ передали в Центр социальной защиты. Еще в августе сюда привезли крупную партию гуманитарной помощи от организаций и неравнодушных жителей. Очень приятно, что есть в Саратове по-прежнему неравнодушные люди, которые приносят канцтовары для тех детей с Украины, которые учатся в школах Саратова. Наша акция продолжается, «Рука помощи». Теперь мы помогаем детям, беженцам учиться в школе. Эти вещи раздают украинским школьникам. Небольшую партию около 20 пакетов сотрудники Центра и телеканала привезли в новый гостиничный комплекс, где разместили семьи из Украины. «Рядом с нашим домом начали рваться снаряды, поэтому оттуда и уехали. Только успели рюкзак взять и все. Там карандаши для детей, а так вплоть до того, что чуть ли не в тапочках приехали». Их хорошо встретили и оказали помощь с проживанием и питанием. Также помогли вещами. Ведь убегая от минометных обстрелов, многие едва успели взять хотя бы документы. «Гостиничный комплекс «Вега» принял 50 человек из Донецкой и Луганской областей. Большинство из них – дети. И я думаю, констовары, которые приготовили к новому учебному году, им очень понадобятся». Тем временем акция «Рука помощи» продолжается, говорят организаторы. Ведь учебный год только начался, а собранных констоваров, скорее всего, не хватит надолго. К тому же неизвестно, сколько по времени украинские школьники будут сидеть за российскими партами. Александр Филин, Станислав Жижин, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.